Всем доброго дня, это Гелиосар, и сегодня мы продолжаем цикл занятий под названием «Английский с нуля» по учебнику Валентины Скульте. Мы изучили два модальных глагола – may и must. May – можно, must – должен. Сегодня мы потренируемся в их употреблении, научимся ими пользоваться. Особенно трудно пользоваться модальным глаголом may, потому что он переводится можно, можно мне, мы говорим, можно ему, можно ей, а по-английски можно я, можно он. В общем, немножко по-другому переводится. Вот я поэтому и писала вам два варианта перевода. Итак, упражнение. Первое предложение. Сначала пойдут предложения утвердительные, потом отрицательные, потом вопросительные. Он может сесть. А по-русски мы говорим «ему можно сесть». Он может сесть. He may sit. Я могу войти. Второе предложение. А по-русски мы говорим «мне можно войти». I may come in. Отрицательные предложения. May not – не можете. Это нельзя. Отдельного слова «нельзя» в английском языке нет. Вот чтобы сказать «нельзя», надо говорить вот это самое may not. Итак, вы не можете плавать в озере. Вам нельзя плавать в озере. You may not swim in the lake. Четвёртое предложение. Он не может водить машину. По-русски ему нельзя водить машину. He may not drive a car. Пятое предложение – вопросительное. Можно она прочитает книгу? Можно ей прочитать книгу, как мы по-русски говорим? May she read a book? Да, она может. Yes, she may. Можно вы напишите диктант? Или можно вам написать диктант, как мы бы по-русски сказали? May you write a dictation? Нет, вы не можете. Или нет, вам нельзя. No, you may not. Дальше предложение с модальным глаголом must – должен. Тут всё просто. Как по-русски, так же будет и по-английски. Я должен работать. I must work. Ласточка должна летать. The swallow must fly. Дальше отрицательные предложения. Он не должен бегать в классе. У нас не было слова «класс», но по-английски «класс» также будет «класс», а «класс-рум» – это, собственно, классная комната. Он не должен бегать в классе, ну, или в классной комнате. He must not run in the classroom. Десятое. Я не должен работать в саду. I must not work in the garden. Одиннадцатое и двенадцатое – вопросительные предложения. Должна утка плавать? Must the duck swim? Да, она должна. Yes, it must. Должна девочка читать книгу? Must the girl read a book? Нет, она не должна. No, she must not. Вот теперь выполните это упражнение письменно, а потом проверьте, что у вас получилось. Дочитаем двадцать четвёртый урок. У нас остались недочитанными задания и конверсейшн. Я читаю, вы слушайте. Первое предложение. Whose kite is on our house? Чей змей на нашем доме? Второе. Is your school far from the cinema? Ваша школа далеко от кино? No, it is not. Нет. Третье. Who is ill? Кто болен? My friend is. Мой друг. Четвёртое. May I go with you? Можно я пойду с вами? Пятое. Why is your toy there? Почему ваша игрушка там? You must take it to your room. Ты должен взять её в свою комнату или в вашу комнату. Шестое. Sit on that chair. Сядь на тот стул. Седьмое. Girls, come to see me. Девочки, приходите повидаться со мной. Восьмое. May I come in? Можно я войду? Come in, please. Войдите, пожалуйста. И conversation. Mother and Jimmy. Мама и Jimmy. Mother. Jimmy, why are you at home? Jimmy, почему ты дома? Are you ill? Ты больной? Jimmy, Jimmy. No, mommy, I'm not. Нет, мама. May I go to the cinema? Можно я пойду в кино? Mother. No, you may not. It is too far from our house and you are too little. Нет, тебе нельзя. Это слишком далеко от нашего дома, а ты слишком маленький. Теперь прочитайте всё это сами с переводом. Ваша домашняя работа. Homework. Также будем тренироваться в употреблении модальных глаголов may и must. Первое предложение. Вы можете водить машину. Или по-русски вам можно водить машину. You may drive a car. Второе предложение. Этой собаке можно бегать. This dog may run. Третье предложение отрицательное. Мы не можем входить. Или по-русски нам нельзя входить. We may not come in. Четвёртое. Детям нельзя бегать на улице. Children may not run in the street. Пятое предложение. Вопросительное. Можно мы войдём? May we come in? Да, вы можете. Yes, you may. Дальше предложение с модальным глаголом must, должен. Волк должен бегать. The wolf must run. Седьмое. Рыба должна плавать. The fish must swim. Восьмое предложение отрицательное. Она не должна сидеть на том диване. Она не должна сидеть на том диване. She must not sit on that sofa. Девятое. Лиса не должна ловить курицу. The fox must not catch a hen. Десятое. Вопросительное. Должен мальчик писать его домашнюю работу? Must the boy write his homework? Да, он должен. Yes, he must. Выполните эту домашнюю работу письменно. Потом проверьте, правильно ли вы написали. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok